Сегодня мы продолжим изучение влияния фундаментальных факторов на динамику валютного рынка. На этом занятии вы познакомитесь с группой макроэкономических показателей, характеризующих состояние потребительского спроса в экономике страны. Научитесь понимать и интерпретировать эти показатели для оценки экономической ситуации и принятия решений об открытии торговых сделок. К экономическим показателям потребительского спроса относятся индекс розничных продаж, персональные доходы, личные расходы, потребительский кредит. Индекс розничных продаж показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли и характеризует силу потребительского спроса. Данные для этого отчета, включающие в себя продажу товаров за наличные и в кредит, за исключением скидок и компенсаций, собираются ежемесячно путем случайного опроса розничных торговых организаций всех масштабов и по всей стране. Продажи разделяются на две основные категории. Продажи товаров длительного пользования со сроком эксплуатации более трех лет и недлительного пользования. Первые составляют около 40%, а вторые около 60% от объема продаж. В товарах длительного пользования преобладают пассажирские и грузовые автомобили, которые занимают примерно три пятых объема продаж. Остальные две пятых состоят из продаж стройматериалов, мебели и электроботовых товаров. Товары недлительного пользования состоят в основном из товаров ширпотреба, продуктов питания, автомобильного горючего, лекарств и т.п. Рост индекса указывает на увеличение производства товаров и укрепление экономики и способствует росту национальной валюты. Розничные продажи достаточно часто рассматривают отдельно от их автомобильной составляющей, так как продажи автомобилей величина очень нестабильная и может меняться от месяца к месяцу. Опубликованный индекс розничных продаж также не является окончательным критерием, характеризующим объемы продаж. Вследствие неполноты данных, используемых для расчета этого показателя, индекс розничных продаж должен уточняться и пересматриваться. Так как в этот индекс не включаются расходы на сервисные услуги, которые составляют около половины общего потребления, то невозможно полностью оценить этот показатель до тех пор, пока не будут опубликованы отчеты о персональных доходах и расходах, а на это уходит еще около двух недель. В экономическом цикле показатель розничных продаж является совпадающим индикатором, то есть его колебания совпадают с колебаниями делового цикла. Кроме того, в нем сильно выражена сезонная зависимость. Так, особыми месяцами в каждом году является декабрь – месяц рождественских распродаж и сентябрь – подготовка к школе. Годовые данные по розничной торговле растут в среднем всегда, однако от месяца к месяцу могут быть подъемы и падения. Публикуется данный показатель ежемесячно. Важное влияние на показатель розничных продаж оказывают доходы населения за предыдущий период, которые отражаются в показателе «персональный доход». Персональный доход – это совокупность доходов из всех источников, включая заработную плату, доходы от арендной платы, государственные субсидии, доходов от дивидендов, от банковских процентов и т.п., находящиеся в распоряжении домохозяйств до уплаты подоходного налога. Персональный доход является показателем будущего потребительского спроса. Он характеризует уровень покупательской способности и прямо отражается на уровне потребления населения. Рост показателя способствует росту курса валюты. Рассматривается он вместе с другим показателем – личные расходы. Публикуется ежемесячно, предоставляя данные за два предыдущих месяца. Показатель – личные расходы. Этот показатель отражает динамику изменения расходования средств для удовлетворения личных потребностей граждан. Показатель включает в себя три составляющих – расходы на приобретение товаров длительного пользования, кратковременного пользования и получение услуг. Процесс потребления изменяется с относительно постоянной скоростью, поэтому величина этого показателя часто предсказуема и не оказывает существенного воздействия на изменение курса валют. Таким образом, только значительное отклонение этого показателя от прогнозируемых значений может оказать влияние на курс национальной валюты. В таком случае рост его значения приводит к росту курса валюты. Публикуется показатель ежемесячно. Потребительский кредит. Потребительский кредит характеризует объем использования населением системы кредитования для приобретения потребительских товаров через кредитные карточки, личное заимствование и покупки в рассрочку. Высокое значение данного показателя свидетельствует о том, что потребители не боятся залезать в долги для удовлетворения своих материальных потребностей. Но также высокое значение показателя может говорить и о перегреве экономики, когда потребители занимают больше кредитов, чем способны вернуть и чем это необходимо для нормального уровня жизни. Таким образом, это месячный индикатор долгов потребителей. Значения этого показателя достаточно неустойчивы и поэтому часто подвергаются пересмотру. Индикатор публикуется обычно после всех других индикаторов, отражающих расходы населения. И к моменту публикации данных по потребительскому кредитованию на рынке уже есть информация о недельных розничных продажах, продажах автомобилей, об индексе потребительского доверия и персонального потребления. Поэтому аналитическая важность самого индикатора мала, а информация о том, какая именно часть расходов финансируется за счет кредитов, не имеет большой важности для инвесторов. Помимо этого, периоды повышения расходов населения могут сопровождаться слабым ростом кредитов и наоборот. По этим причинам рынок почти никогда не реагирует на этот индикатор. Тем не менее, рост значения индекса является положительным фактором для роста экономики и приводит к росту курса валюты. Показатель публикуется ежемесячно. Итак, мы закончили рассмотрение группы макроэкономических показателей, характеризующих состояние потребительского спроса в экономике страны. Теперь вы знаете, как интерпретировать эти показатели для оценки экономической ситуации на рынке и сможете принимать обоснованные решения об открытии торговых сделок на покупку или продажу валюты, опираясь также и на фундаментальные факторы.